Поехали, да? Значит, сегодня у нас 19 ноября 2016 года. Этот день войдет в историю мировой энергетики, потому что сегодня мы с Юрой Линым сделали вот прямо здесь, на этой кухне, удивительное открытие. Мы разработали технологию, которая позволяет получать энергию Вселенной, мы ее назвали пульс Вселенной, и преобразовывать ее в энергию электрическую. Мы подозреваем, что эта энергия осталась от большого взрыва, и ее запасы Вселенной не ограничены. Значит, для этого нам понадобится вот такое украшение кристалловой цепочки. Его можно заказать в китайских магазинах. Если на него посветить или подержать на солнечном свете этот полупроводниковый кристалл, который находится внутри этой штуки, он накапливает энергию. Считается, что это его единственное свойство, поэтому его применяют сейчас в качестве бижутерии. Но это не единственное его свойство. Сейчас мы в этом убедимся. Для того, чтобы построить на базе вот этого кристалла генератор энергии, нам потребуется любая катушка, где достаточное количество витков проволоки, что будет больше всего. Нам потребуется лампочка люминесцентная. Значит, мы экспериментировали с различными светодиодами, с различными лампочками. Ну, вот это вот наиболее хорошо работает. Для того, чтобы энергия шла, нам достаточно просто обмотать проводок вокруг лампы. И это будет достаточно для того, чтобы энергия пробилась сквозь стекло и подожгла люминофор. Потому что кристалл генерирует энергии достаточно много и работает достаточно долго. От одной зарядки фонариков. А сюда, на второй провод, на второй конец провода, мы подключаем, собственно говоря, наш магический кристалл. И мы видим, что наша лампа начала получать энергию и начала пульсировать буквально в пульсе Вселенной. Оно все видно, стоп. Видно, что здесь вообще никаких поводов, не подпичь ничего, да? Значит, это не шутка. Это действительно так работает. Принцип мы пока полностью не знаем. Но если его подзарядить фонариком еще какое-то время, то пока этот кристалл не потухнет, энергия будет идти вечно. Сейчас мы будем строить, сделали большой заказ в Китае этих кристаллов, и будем строить уже промышленную станцию, которая будет вырабатывать энергию достаточно не только для того, чтобы поджечь вот такие вот неоновые трубки, а для того, чтобы использовать ее в быту, будем проводить опыты с кипятильниками, значит, с какими-то водонагревателями, потому что вот это на самом деле будущее, которое доступно каждому. Каждый может на своем столе, на кухне собрать вот такую штуку, которая будет точно так же генерировать энергию. Спасибо! Мы пошли готовить заявку на Гранд Сколково. Спасибо! Спасибо! Продолжение следует...